Я очень постараюсь уложиться в регламент. Во-первых, я хотела бы поприветствовать всех участников конференции, выразить благодарность Институту Востоковедни, который принял эту конференцию в столь красивом и таком комфортном зале. Я хотела бы вам рассказать о том, как изучалась и изучается фольклор и турецкая литература на кафедре тюркской филологии Института страны Азии и Африки. С момента создания кафедры тюркской филологии в составе Восточного отделения филологического факультета МГУ в 1943-1944 учебном году основатель кафедры и ее первый заведующий, выдающийся тюрколог, член-корреспондент Академии наук СССР профессор Николай Константинович Двитриев, большое внимание уделял не только лингвистическим тюркологическим дисциплинам, но и изучению тюркского фольклора и турецкой литературы. Курс фольклористики на кафедре читала Мадина Искандаровна Богданова, а курс турецкой литературы был поручен блестящему знатоку классического турецкого литературного языка Михаилу Семеновичу Михайлову. Сам Николай Константинович Двитриев, известный прежде всего как лингвист-тюрколог, оставил глубокий след тюркской фольклористики. Одной из его выдающихся работ в этой области была вступительная статья к сборнику «Турецкие народные сказки», в которой он анализирует сюжеты и героев сказок, исследует особенности сказочного языка и повествовательной структуры. В 1950-1990-х годах на кафедре тюркской филологии фольклоры, классическую, средневековую и новую турецкую литературу преподавала Ирина Васильевна Баролина, а новейшую литературу Ида Рахмелеевна Сонина. Оба преподавателя внесли свой вклад в написание коллективного труда учебника по литературам Востока в Средние века и в современное время. Ученица академика Владимира Александровича Гордлевского Ирина Васильевна Баролина много сделала, чтобы познакомить русского читателя с турецким фольклором. Она снабдила интересными предисловиями переводы турецкой народной поэзии «Плач Лани» 1966 год и турецких народных рассказов «Бекташи» 1972 год. В 2007 году вышла в свет хрестоматия по турецкому фольклору Ирины Васильевны Баролиной, являющая собой при переиздании под одной обложкой двух частей этого же пособия, изданного в 1984 и 1987 годах. В 2010 году на кафедре было выпущено пособие Ирины Васильевны Баролиной «Турецкая ашикская поэзия» в соавторстве Селены Александровны Агановой. Пособие включало в себя поэтические тексты крупнейших турецких народных певцов-ашиков XIII-XX века, Юнуса Эвре, Караджао Лана, Ашика Веселя и других, а также фрагменты известных поэм Десканов, Дестанов, Кероглу, Ашик Гарип, Ашик Керем. В пособии проводится новаторская мысль, что ашикская поэзия – это устное авторское творчество, оно непосредственно связано с фольклором, своим происхождением, устным характером распространения и сферой бытования. Но вместе с тем поэзия Ашиков – это творчество индивидуальных авторов, в котором за многие века существования сложилась своя традиция, выработался устойчивый круг поэтических мотивов, образов, своя жанровая система. В 2007 году вышел сборник наиболее значимых статей Ирины Васильевны Барольной под общим названием «Тюркская литература и фольклор». Но главная пристрасть Ирины Васильевны Баролиной – это была турецкая народная зрелищная культура, чему посвящена серия статей 1972-1982 года. Она выделяла три вида народного театра – теневой, карагёс, площадной, орта-ойуну, марионеточный, кукла-ойуну, и исследует специфику народного театра на уровне пьес, определяет динамику развития основных его жанров, репертуар с входящими в него анекдотом, фаблио, городской повестью малого объема, а также адаптациями романических сюжетов. И её обобщающая статья из истории турецкой драматургии «От драмы народной к драме авторской» вышла в 1989 году. Ида Рахмелина Сонина выступила автором разделом «Турецкая литература» в учебнике преподавателей МГУ «Литература Востока» в новейшее время, в 1975 году. И в этом учебнике крупными мазками ею были написаны портреты выдающихся турецких писателей XX века. Ришат Нури, Якуб Кадри, Сабахатин Али, Назым Хикмет. Сонина привела биографию Назыма Хикмета, рассказала об особенностях его поэтической манеры, новаторстве его стихов в области формы и содержания. Большое внимание исследователь уделила его романам в стихах и прозе «Джаконда и Сияу», «Почему бы Энержи покончил с собой», «Пьесам череп», «Дом покойника», «Всеми забытый», роману «Кровь не говорит», стихотворной эпопеи «Человеческая панорама». Интересно отметить, что в 1965 году на кафедре была защищена кандидатская диссертация Галины Аркадьевны Горбаткиной по творчеству Назыма Хикмета. Это была первая работа в серии «Назымоведение», которая продолжилась в последующие годы такими известными тюркологами, как Радий Фиш, Лев Старостов и так далее. В работе было показано, как великий реформатор турецкой поэзии XX века Назым Хикмет использует и переосмысливает традиции турецкого фольклора и классической литературы Востока. Особое внимание уделялось анализу пьес Назыма «Легенда о любви. Иосиф Прекрасный». В 1990-2000-х годах на кафедре продолжают традиции изучения турецкой литературы «Ваш покорный слуга» Мария Михайловна Репенкова и Елена Александровна Аганова. Область научных интересов Репенковой – это современный турецкий роман «Елена Александровна Аганова. Современная турецкая драматургия». Мария Михайловна Репенкова отталкивается от того, что крупное литературное направление турецкого социального реализма Топлумсалгер-Черчелик, его представители Орхан Кемаль, Яшар Кемаль, Самим Коджагёс, Кемаль, Тахир и другие, находилось под сильным влиянием эстетики и поэтики Назыма Хикмета. Именно с этих позиций в книге «От реализма к постмодернизму. Современная турецкая проза» книга вышла в 2008 году. Автор подходит к творчеству таких известных турецких писателей, как Факир Байкурт, Тарык Дурсун, Бекир Елдис, Мехмед Эроглу и другие. Кроме того, автор прослеживает, как в конце XX века происходит смена художественных ценностей и ориентиров, как реализм острой критической направленности, доминанта литературного процесса в стране на протяжении 40-х-80-х годов, сменяется постмодернизмом. Под новаторским углом зрения изучается творчество ведущих турецких постмодернистов XX-XXI века Орхана Памука, Пенар Кюр, Бельге Карасу, Мурадхана Мунгана, в следующей книге Репенковой, которая называется «Вращающиеся зеркала. Постмодернизм в литературе Турции». Книга вышла в 2010 году. На примере прозаических произведений главным образом романов, указанных авторов, стоявших у истоков турецкой постмодернистской литературы, раскрываются главные черты этого направления – литературы страны. Характеризуются новые модели мышления, разные модификации постмодернизма, особенности языка писателей, выявляются типологические исхождения и отличия постмодернизма и магического реализма. В двух последующих книгах указанного автора – это «Турецкая литература на рубеже XX-XXI веков. Основные парадигмы. 2016 год. И турецкие писатели переходной эпохи. Литературные портреты. 2020 год. Репенкова обращается к турецкой билектристике Ахмед Умид, Искендер Пала, Джанан Тан, Айше Кулин, Аме Омер Зульфю Ливанели. Рассматриваются этапы творческого пути известных турецких прозаиков нашего времени. Показывается степень изученности их творчества российской и турецкой критической мыслью. Анализируются наиболее значимые их произведения. И выводятся определенные закономерности, характерные для творчества каждого из указанных авторов, а также определяющие признаки турецкой литературы рубежа XX-XXI веков. Я уже заканчиваю. В 2006 году выходит книга Елены Александровны Агановой «Традиции народной драмы в современной турецкой драматургии». Автор книги выделяет типологические закономерности народной драмы, разыгрывающуюся в Теневом театре Карагиос, Площадном и Театре Марионеток. На основе историко-типологического анализа определяется специфика проявления народной драмы в различных жанрах. В многочисленных статьях Елена Александровна Аганова исследует основные закономерности развития современной турецкой драматургии, например, и творчество таких известных драматургов, как Тунджер Джуджеу Лу, Сабахатин Кудрет Аксал, Орхан Асена и другие. В заключение я хотела сказать, что интенсивная исследовательская работа кафедры тюркской филологии в области турецкого фольклора и литературы объясняется не только ростом научного интереса к данной тематике, но и ростом читательского интереса к словесности этой ближневосточной страны. Особое значение в этом плане приобретает изучение творчества Назыма Хикмета, новатора в турецком стихосложении и национальной романной форме. Творчество Назыма Хикмета интенсивно изучалось, как я уже сказала, такими отечественными исследователями, как Радий Фиш, Акбер Бабаев, Лев Старостин, Галина Горбаткина. И изучение наследия Назыма входит в приоритетные цели и задачи нашей кафедры. Оно изучается студентами на лекциях по современной турецкой литературе. По произведениям Назыма Хикмета пишутся студенческие исследовательские работы, проводятся конференции и круглые столы. Имя Назыма всегда находится в наших секцах. Мы будем делать все возможное для дальнейшей популяризации его творчества в нашей стране. Благодарю вас за внимание.